Празднование юбилея центра занятости началось с урока профориентации для старшеклассников. Школьники знакомились со списками вакансий, узнали, какие профессии сейчас наиболее востребованы. Сотрудники центра занятости объяснили молодым людям, что даже если после окончания школы кто-то не поступит в ВУЗ, ему помогут в центре. Мы можем его зарегистрировать, поставить на учет, если, допустим, он не поступил. И есть всевозможные работы, мы можем предложить. И в частности этим занимается у нас отдел по содействию трудоустройства. И наши специалисты профессионально могут помочь детям трудоустроиться. Старшеклассники изучали списки предложенных вакансий не просто так. Некоторые уже готовы пожертвовать грядущими каникулами. Если хочешь работать после детей классов летом, чтобы себе заработать дополнительно деньги, можно выбрать какую-то определенную работу, которая тебе вот отсюда по душе, и пойти. Вот только пришел, хочу что-нибудь себе посмотреть. Ну, не знаю, пока не определился еще. Пока старшеклассникам рассказывали, как правильно выбирать профессию, в Большом зале центра занятости готовилось торжественное собрание. Пришли и действующие сотрудники, и люди, которые когда-то создавали центр, стараясь помочь найти работу каждому нуждающимся в ней. Мы всегда стояли на страже, на оказании услугам как населению, так и работодателям. Поэтому мы всегда рады приветствовать и рады и ждем в центре занятости как соискателей работы, так и работодателей. Потому что, поверьте мне, поиск работы – это тоже работа и входят в самые главные проблемы, которые стоят перед человеком. Все понимают, что страна и город переживают не лучшие времена. Директор Департамента труда и социальной защиты подчеркнул, что сегодня служба занятости очень актуальна. Город федерального значения, Российская Федерация. Мы понимаем, что у нас есть и субъективные, совершенно и объективные причины для того, чтобы действительно остро стоял вопрос необходимости службы занятости. От имени губернатора Севастополя благодарственные письма заслуженным сотрудникам вручил Александр Пушкарев. С благодарностями и теплыми словами от законодательного собрания выступила Татьяна Щербакова. Вы не работодатели, вы работоискатели, вы возвращаете человеку вектор, уверенность, направление в жизнь. Да, возможно, вы не дарите жизни, не спасаете людей, но вы делаете жизнь человека осмысленной.